ребята всем привет блин загнул шумит сейчас бы на хотел поговорить вот такой книги она сейчас продажа имеется 5 откровения жизни или о чем жалеют старики перед смертью но люди перед смертью я написала броневер она работала палеотивной сиделкой но уже фактически за лежачими больными которые с трудом могли ходить и то есть в такие моменты люди уже очень сильно начинают свою жизнь ценить то есть мы-то пока живые здоровые ее не ценим но когда ты просто уже чтобы сходить в туалет не можешь этого сделать самостоятельно то есть как бы в эти моменты люди очень сильно сажать начинаю сожалеть о многих вещах которые они в жизни не успели сделать или сделали не так не суть как бы я хочу хотел вообще сказать сама автор очень смелый человек она много где жила то есть это ну то есть переезжала работала в разных профессиях до того как стала палеотивной сиделкой как бы она по-моему 10 лет отработала в банке но это работа у нее кроме того что она грусть ничего не вызывало то есть как бы вот она ну то есть она тоже вот профессию как-то вроде случайно пришла как бы и задержалась в ней и суть в чем тут пять вещей которых люди очень сильно жалеют на самом деле у меня был пост тоже на не вконтакте может прикреплю тоже находил вообще посмотрел вам посту ли 10 назад его репост ну то есть как бы о чем люди жалеют на пороге старости или на пороге смерти как-то так он назывался то есть там тоже ты записки из дома волонтера то есть человек работал волонтером и сожаление людей записывал но тут вот я сейчас покажу тут как бы вот пять таких сожалений да то есть как бы не хватало смелости жить так как мне хотелось я так много работал то есть люди очень сильно сожалеют что они очень много работали ну то есть доработаю игру очень важная часть нашей жизни потому что у нас есть там не знаю кого-то долги кредиты дети все это надо оплачивать кружки секции то есть да как бы но как сказать ну то есть это все равно очень сильное сожаление по поводу работы что люди не жили так как хотели возможно имела место работу по проще но которая больше радости доставляет так это был второй пункт а я так много работал мне не хватало смелости говорить о своих чувствах я растеряла друзей и я мешала себе быть счастливой я растеряла друзей на самом деле тоже такой очень важный пункт я сейчас прихожу к выводу мне 42 года и как бы ребята с кем я учился с кем-то я созванивался с кем-то как закончил институт связь прервалась и что могу сказать мне даже товарищ мы с города нас три человека на потоке было но 1 со 2 курса числе мы как бы дожили до последнего до 5 курса издали в общем-то дипломы он живет на самом деле сейчас со мной в городе и по прямой на метров 500 и мы к сожалению видимся не так часто как хотелось бы потому что у меня ребенок у него двое детей и вроде мы живем рядом в одном городе учились но видится не получается потому что ну дети секции и как бы и вот мы закончили института получается 2007 году фактически блин 17 лет назад а за это время виделись там по пальцам можно пересчитать сколько раз вот ну к чему я все это как бы а я группа с которой вконтакте было наверно прикреплю но он как бы комментарием получится типа youtube не говорит у меня еще все-таки молодой канал ну то есть закреплять пост пока он мне не позволяет вот но в общем ситуация в чем что-то книгу пожалуй нужно прочитать все равно всем лучше сейчас что потом не сожалеть сделать какие-то выводы здесь очень много история она ухаживала совершенно за разными людьми там ну и богатыми и бедными то есть там из-за детьми миллиардеров то есть кстати очень показательный пример то есть она ухаживала сына миллиардера там было несколько детей но он был самый старший на него возлагались большие надежда как это часто бывает то есть ну до добра его туда жизни довела то есть богатые люди да то есть они очень часто подвержены от избытка денег начинает страдать да ну то есть это известный факт что у многих там боли гатых людей дети по наркоклиникам по всему миру лежат просто жизнь радость не доставляет они там везде побывали там на разных там и не знаю кому-ка что там машинах может быть поездили яхтах круизах и то есть они кайф наркотиках только и находят что уже все попробовали так вот почему это хотел сказать то все что адекват и вот этот парень сын миллиардера ночью мы не устраивали то есть у них было соревнования между богатыми детьми и там гонки на машинах устраивали всякие ну там милицию попадали родители помогали их вытаскивать все закончилось тем что он ну очень непоправимые увечья себе нанес то есть да как бы вроде молодой парень на самом деле он там был возраст не сказано молодой но фишка то в чем что то есть за счет денег то есть здоровье ему немножко поправили но некоторые органы то есть уже все было не восстановить то есть за ним вот ухаживал это бонни то есть ну разные но все закончилось тем что он сам понял что он типа но не хотел отягощать родных он им как-то объяснил они смирились его в дом престарелых молодого парня отправили чем все это начиналось то есть но он самый молодой был среди всех тех стариков которые там и как бы поначалу это была душа компании то есть как бы ну то есть все его слушали он всех веселил и как вот я хотел момент очень важно она как-то так хорошо описала про окружение да то есть ну вообще есть такое понятие что мы средний пяти человек с которыми мы очень близко общаемся так вот и чё в это то есть да он попал в дом престарелых весь такой веселый молодой но фишка в чем что он превратился вот в это среднее из этих стариков то есть она ему к сначала приходила они общались он был рад потом он уже потихоньку стал избегать общения и то есть она его встречала ну то есть вот он все то есть это молодой старик то есть как бы он крест на себе поставил и то есть в общем грустно это все поэтому книга это говорю сейчас на самом деле в продаже есть не знаю цена везде разная надо ловить я вообще дешево взял их купил пять штук но если что-то хорошее пытаюсь несколько штук взять что-то потом перепродать когда из продажи выйдет что-то в подарок друзьям подарить ну так как почитал отзывы я сразу пять купил и то есть они в среднем сейчас 700 800 рублей но я их взял на озоне по 392 рубля что ли пять штук за полцены от среднего по рыночному там если они 700 800 так вот в общем книгу эту на самом деле вот тут написано переведена на 30 языков отзывы почитал уже после прочтения книги прямо на многие советуют эту книгу почитать поэтому если вы немного по жизни потерялись и вам кажется что ваша жизнь унылая пусть даже у вас работа однообразная да но я говорю то есть вот эту книжку стоит почитать однозначно говорю потому что когда вы уже даже гури не можете сами сходить в туалет и просто то что ваше тело вас слушается вы можете спокойно куда-то сходить что-то делать это уже на самом деле большой подарок так что вот ну наверно все как бы игру поскан из контакте найду прикреплю тоже почитайте то есть на тот другой автор там какой-то парень по-моему волонтером работал снежбайс ну поздавно найдете то есть полезно почитать так что вот на этом все да и как то сейчас тоже на такого немножко распутье нахожусь хочется очень сильно свою жизнь в этом году поменять ну как-то однообразие такой есть какие-то свои планы надоело и вот и я сейчас книжку до этого обзора делал иди туда где ценят очень книга это откликнулась а это как бы дополнение к той книге сейчас еще есть пару интересных книг такие немножко филоскусовский про жизнь ну так скажем после прочтения так для разговора с собой для разговора с собой очень полезно то что в этой жизни вообще очень очень важно самим собой разговаривать и задавать вопросы самому себе и честно на них отвечать тогда возможно вы сделаете какие-то для себя правильные решения можем очень часто избегаем вещей тут же я говорю сама вещь у нас очень много нас жизни не сдерживает страха я почему вот кстати на не договорил что это очень отважная женщина то есть она игру поработала в разных профессиях она очень часто во что-то новое окуналась тем что вообще немногие способны то есть она ну то есть не денег не было ничего то есть ну то есть как бы она вот заканчивала работу там с престарелым у нее там окно было на другую работу искала то есть и эта работа часто вообще могла далеко находиться и тому такие моменты игры не каждый способен вот она во что-то новое окуналась у нее грубо говоря она была машина то помню пикап на тот момент то есть него там она куда-то поехала во что-то новое окунаться ну то есть как бы новый отрезок жизни начинать у нее был только бак бензина и там несколько долларов там в кармане то есть но я наверно такой не способен то есть как бы ну то есть я так не смогу так что вот ну наверное все как бы если что-то интересно обсудить кстати связи с этими блокировками да иногда хотя игру сейчас тоже это авторское право тоже написано любой кусок книги не может быть использован хотя наверно в ближайшее время хочется телеграм-канал сделать да он даже есть ну как бы иногда очень интересно что плохо что youtube не позволяет прикреплять какие-то ну не знаю фотографии то есть иногда что-то хочется сфотографировать кусок допустим обсудить ну то есть у меня там были моменты где вот можно какой-то комментарии идут просто можешь вырезку сделать и сной люди прочитают как вы какие-то выводы сделать или обсудить вот ну собственно все наверно с этим роликом сейчас уже время то 9 вечера почти так что но пришел с работы дочитал думаю что-то хочу сейчас его просто пока его сейчас залью на публикацию на утро поставлю часов на 10 как бы не сейчас уже потому что пока зальется пока обработается так что вот ну если у кого-то есть какие-то хорошие книжки говорю посоветовать может из этой же серии но нет книжка очень понравилось не скажу что для себя что-то прям супер открыл но стоит стоит эту книгу вам почитать однозначно особенно если вам ваша жизнь не очень устраивает в данный момент почитайте эту книгу может быть вы пересмотрите свои взгляды на какие-то вещи ну все всем пока как будет новая прочитана книга будет обзор так что да я говорю тут месяц у меня такой был что-то не скажу что депрессия но что-то как-то ничего не хотелось поэтому не публиковал ничего плюс блокировка youtube и так одним глазом наблюдал за этим всем так что вот но все всем пока